здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачков в этом видео я расскажу вам про известные способы как приготовить семена льна для лечения сахарного диабета первого и второго типа которые могут быть опасны для вашего здоровья и даже жизни если среди ваших друзей и знакомых есть больные с сахарным диабетом и ищут лечение диабета народными способами народными средствами то дайте ссылку на это видео а также для любителей лечиться семенами льна либо использовать их пищу тоже это видео будет полезно потому что рискуют здоровьем все и так как не советую готовить семена льна для лечения диабета и в принципе для здорового образа жизни часто советуют цельные семена льна залить холодной водой либо залить кипятком далее в первом случае доводят до кипения томят настаивают во втором случае можно тоже какое-то время потомить либо дождаться охлаждения и получаете настой семена льна который используют или до еды или во время еды или после еды или на протяжении дня и реально снижение уровня сахара при этом происходит но очень опасным и дорогим для вас способом что делают биологически активные вещества семена при случае нагревания извлекается слизь которая обладает обволакивающими свойствами ускоряет движение каловых масс по кишечнику связывает часть токсинов и разрушает вашу поджелудочную железу и печень иными словами физиологические моменты для лечения сахарного диабета при таком при использовании слизи семена есть вместе с лизью при нагревании извлекается цианогенный гликозид линемарин а вот он выполняет очень коварную функцию первично он блокирует работу пищеварительной системы человека если вы питаетесь сложными углеводами их называют при диабете полезными длинными углеводами нарушается их переваривание иными словами вы съедаете одно количество крахмала либо и нулина в пище а в кровь попадает значительно меньшее количество сахара и у вас реально идет снижение уровня сахара в крыле случае если вы питаетесь короткими или быстрыми углеводами дополнительно тут как бы ничего не нарушается тут у вас сколько съели такой сахар и будет что происходит дальше а цианогенный гликозид линемарин нарушает всасывание углеводов из просвета кишечника и тут уже не имеет значения какие углеводы у вас в рационе короткие либо длинные всасываются простые сахара гликоза фруктоза попадает в кровь но если цианогенный гликозид линемарин они не всасываются они идут транзитом по кишечнику уровень сахара у вас реально снизился цена вопроса а цена вопроса очень серьезная как только не переваренная пища осталось кишечнике активируется патогенная флора она есть у всех идет вздутие живота или метеоризм повышается внутрибрюшное давление вам уже тяжелее сделать вдох иными словами те у кого есть ишемическая болезнь сердца она обостряется правда в кабинете кардиолог не у эндокринолога те у кого была скрытая ишемическая болезнь сердца она появляется у вас появляется еще один диагноз о котором мы не знали и семена льна его спровоцировали и главное успеть теперь скомпенсировать свой образ жизни и лечение чтобы не умереть от инфаркта от острой сердечной недостаточности вот этот эту метаворфозу дают казалось бы безобидные семена льна если бы это был единственный рис связаны с семенами льна можно было у кардиолога скомпенсировать лечение вам нужно познакомиться близко и с врачом онкологом потому что углеводы переваренные вами служат прекрасной питательной средой для грибковой инфекции в кишечнике а грибковую теорию рака одна из более 20 публик более 50 пардон опубликованных книги брошюр более 20 теорий рака никто не отменял иными словами у вас появляется онкологический риск правда он будет не такой быстрый как кардиологический до онкологии что нужно дожить лет 10-12 и в этом случае у вас может появиться онкологический диагноз практически любой потому что грибковая инфекция она в принципе усиливает вероятность размножение раковых клеток и развитие онкологического заболевания у любого и каждого а что было в первоисточнике а вы неправильно готовили семена льна поэтому чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью я советую вам готовить семена льна правильно и такие видео на моем канале есть но в одном из следующих видео я расскажу как готовить и семена льна не семена льна несколькими способами чтобы применять при лечении сахарного диабета первого либо второго типа и получать результат безопасным для вас способом иными словами и уровень сахара снижать и обменные процессы поддерживать и жизнью не рисковать вот на этой позитивной ноте это видео заканчивается привычный подписчикам моих канал словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения если вы увлеклись этим видео и не успели дать ссылку своим друзьям которые ищут лечение сахарного диабета первого либо второго типа не вопрос ссылку можете дать посоветуйте им подписаться на мой канал потому что следующем видео они узнают больше как правильно лечиться семенами льна ну а если кто-то из ваших знакомых принимает семена льна дайте ссылку на это видео на моем канале много видео про семена льна где так или иначе рассказываю как же и все таки использовать правильно для своего здоровья и активного долголетия до новых встреч на моих видео каналах доктор скачкой школа доктор скачкой это youtube а также школа доктор скачкой instagram